Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка и литературы. Желаю вам успешной работы! Ребята, угадайте тему урока. Для этого вы должны прослушать стихотворение. Живёт повсюду красота. Живёт не где-нибудь, а рядом. Всегда открыта нашим взглядом. Всегда доступна и чиста. Живёт повсюду красота. В любом цветке, любой травинке и даже в маленькой росинке, что дремлет в складочке листа. Как вы поняли, о чём мы с вами сегодня будем говорить? Правильно, ребята, речь пойдёт о красоте. И тема сегодняшнего урока – притча «Внешняя и внутренняя красота. Лев Толстой после бала». Сегодня на уроке вы узнаете понятие слова «красота». Вы научитесь различать внешнюю и внутреннюю красоту, понимать содержание небольших прозаических произведений, фрагментов, определяя сюжетную линию или настроение произведения. Так что же такое красота? Красота. Послушайте, какое определение этому слову даёт автор толкового словаря Сергей Иванович Ожегов. Красота – всё красивое, прекрасное, всё то, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. Вспомните прослушанное стихотворение и скажите, о какой красоте говорится в ней? О красоте природы. Красота окружающего мира нам необходима. Она радует наш взор, наши сердца, развивает и обогащает наши чувства, делает нас добрее, отзывчивее. А по отношению к человеку можем мы употреблять это слово «красота». В чём заключается красота человека? И сегодня мы поговорим с вами о красоте человека. И пусть эпиграфом будут слова Антона Павловича Чехова. В человеке всё должно быть прекрасно – и мысли, и душа, и чувства, и одежда. А перед вами, ребята, словосочетания. Как можно их сгруппировать? О какой красоте человека говорится в первой группе? Правильно, ребята, о внешней красоте. О какой красоте идёт речь во второй группе слов? И здесь верно – в внутренней красоте. Что подразумевается под внешней и внутренней красотой? Дайте определение. Внешнее – наружное, находящееся за пределами чего-либо. Внешность – это внешний вид чего-нибудь. Внутреннее – находящееся внутри, раскрывающее самую глубину, сущность – душу. Перед вами фигурка человека. Давайте сделаем человека красивым. Припишите ему какое-нибудь качество красивого человека. Вы верно подметили, ребята, что у человека должна быть красивая одежда, прическа, походка, голос, стиль общения, красивые манеры. Как известно, встречают по одёжке. И при знакомстве с новым человеком мы обращаем своё внимание именно на его внешний образ. А какого человека вы можете назвать внутренне красивым, хорошим? Продолжите предложение. Внутренне красивый человек – это добрый, заботливый, порядочный, честный, дружелюбный. А что важнее в человеке – внешняя красота или внутренняя? Послушаем китайского мудреца из притчи «Внешняя и внутренняя красота». Однажды Чжао Цзэн спросил учителя, что важнее в человеке – внешняя красота или внутренняя? В ответ на это Хин Ши спросил ученика, «Скажи, если бы тебе понадобилось купить дом, а денег хватало бы либо на красивый внешний, но не уютный дом, либо на невзрачный, но тёплый и надёжный, что бы ты выбрал?» Я бы предпочёл простой внешний, но удобный внутренний дом. А если бы дом покупал человек тщеславный, гордящийся своим положением, но не имеющий достаточный средств для покупки красивого и уютного дома, снова задал вопрос Хин Ши. «Наверное, он предпочёл бы внешнюю красоту и блеск удобством», – ответил ученик. «Думаю, ты прав», – сказал Хин Ши и добавил. «Да только вот вне зависимости от вашего выбора, однажды каждый из вас бы понял, что ему не хватает либо красоты, либо уюта, и начал бы к этому стремиться. Так значит, внешняя и внутренняя красота по сути своей равнозначны и ценны лишь в гармонии?» – спросил. «Можно сказать и так», – ответил улыбаясь Хин Ши. «Но я думал прежде всего о том, что, обладая половиной, всегда стоит стремиться к целому, не теряя при этом того, что уже имеешь. Ведь половина, какой бы она ни была, всегда будет лишь половиной». Итак, ребята, красота – это единое гармоничное целое. Внутренняя красота человека видна снаружи и делает его внешне красивым. Всё же главное – это гармония души и тела, чтобы внутренняя красота человека сочеталась с внешней. О внутренней и внешней красоте человека размышляли многие писатели и поэты. В рассказе Льва Николаевича Толстого «После балла» прототипом главного героя был брат Сергей Николаевич. Лишь через 50 лет Льв Николаевич напишет этот рассказ. В нём он повествует о том, как может измениться жизнь человека всего лишь за одно утро. Первая часть рассказа посвящена знакомству с Иваном Васильевичем. Он много рассказывает о себе, о своей жизни, но Варенька занимает в его жизни место самой любимой девушке. Без сомнения, Варя была его самой сильной любовью. Эта девушка в 18 лет была прелестна и прекрасна, и даже царственный вид никого не отпугивал, благодаря весёлой улыбке и блестящим глазам. Во второй части рассказа мы оказываемся на балу у губернского предводителя. Иван Васильевич ошеломлён красотой Вари и влюбляется всё больше и больше. От таких прекрасных чувств он готов любить всех и вся. Всё в этом ему мире кажется прекрасным и восхитительным. Кажется, что ничто не в силах изменить этой сильной любви. Особенное впечатление на героя рассказа производит танец полковника с Вари. Этот танец заворожил не только героя рассказа, но и всех присутствующих, гостей. Красота Вареньки и её отца подчёркивается этим танцем. Они прекрасны вместе. А после танца Иван Васильевич всё более уверен, что в Варе есть его счастье. Он окрылён, он влюблён, он счастлив. Полон таких волшебных чувств, Иван возвращается домой, и там не находит себе места. Его влюблённая душа требует действий. Его чувства пытаются вырваться наружу. Он должен быть рядом с любимой. Пусть даже не видя её, он желает быть от неё в близости. Он идёт туда, где она живёт. И вот тут его чувства терпят тяжёлые испытания. Его любовь, ещё не окрепшая и такая прекрасная, сталкивается с душераздирающей картиной, жестоким избиением солдата, пытавшуюся бежать. При этом полковник, любимейший отец его Вареньки, является в лице варвара беспощадного и ужасного, который в сложившейся ситуации проявляет своё истинное лицо, которое разительно отличается от того добропорядочного стареющего вояки, любящего отца, которое разительно любящего отца, внимательного друга, которого Иван Васильевич увидел на балу. Муштра и издевательство – вот его настоящая стихия. Мир влюблённого юноши переворачивается с ног на голову. Он шокирован произошедшими переменами в полковнике. Он разочаровывается в своих чувствах. Его любовь не выдерживает испытания. В своей девушке он видит её отца, изуверой подонка. Варя вызывает в нём пренеприятнейшие воспоминания. Его любовь сошла на нет. Не надо его в этом винить, ведь его идеал разрушен. Любовь растоптана и избита, как этот татарин-солдат. Варенька становится лишь воспоминанием его жизни. Какой принцип использует Лев Николаевич Толстой для построения своего рассказа? Рассказ Толстого после бала строится по принципу контраста, антитезы, противопоставления. Сцена бала, музыка, чувства, испытываемые героем на балу, контрастируют с тем, что услышал, увидел Иван Васильевич после бала. Контраст, противопоставление, резкая противоположность. Итак, ребята, внутренняя красота человека начинается с красивых мыслей и желаний. Именно из мыслей и желаний человека появляются слова и поступки. Если мысли человека красивы, то слова и поступки тоже станут красивыми. А если мысли и желания безобразны, то слова и поступки перестают быть красивыми. Лев Толстой так и говорил, думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки. Ну а вам, ребята, желаю всем красоты внутренней и внешней. Живите в гармонии с собой и внешним миром. Субтитры создавал DimaTorzok